Доброе утро всем! Стою, жду маму, что-то она опаздывает. В прошлый раз, когда мы ездили с ней в Небр, мы чуть не опоздали на маршрутку, потому что чуток перепутало время, вообще буквально чуток, и она ещё пока пришла, и мы уже там просто неслись, хотя успели и даже ждали транспорт, пока он подъедет на точку. Знаете, что очень приятно? То, что вот утро реально прохладное, и я прям чувствую приближение осени. Вчера вечером мы с Кариной, когда с кроссфита шли домой, прям было холодно. То есть я была в рубашке, и мне было очень комфортно. Поэтому я сегодня даже решила обуть свои балетки от Айкос, которые я очень сильно люблю. Конечно, в тот момент, когда я их купила, они мне очень натирали ноги, но у меня так с любой абсолютно обувью. Кожаная она, не кожаная. Тут у меня особенность какая за стопы, не знаю, натирать всем просто. И я сегодня снова в новой кофточке. У меня вчера, когда пришла домой, я её постирала, ну, потому что, блин, она и висела там, и я вчера бегала по городу, везде сидела, мне жарко было, эти маршрутки, я подумала, лучше её простирну. После стирки ничего с ней не случилось, она не красила другие вещи, короче. За 100 гривен это, наверное, просто лучшая покупка последнего времени. Поэтому очень рекомендую, магазин Голди называется. Типа, не снимайте меня, но я покрасуюсь в новом платье. Не снимайте меня, но в новом платье я покрасуюсь. Привет. Так что, опаздываем? Опаздываем, потому что в последний момент решила померить давление. Слышу, что у меня не очень. Хорошо ж такое. Высоковато. Я выпила быстро лекарства, а уже было половина. Я же даже не хотела мерить, думаю, нет, все-таки померивают, мушают все эти. И пока же лифт дверь откроется. Да, он так долго открывает дверь. Пока я спущу, сегодня я здесь. Снимай меня снизу. Все вообще-то долго начинают. Все, знаешь, не больно. Все, не тихо. Ты уникально тебе кушаешь. Что? Ты всегда красивый. Ты всегда красивый, как тебя не сними. Ты тот самый человек, который, как не сними, все красивое. И ты не могу сниматься, податокироваться, нет, нет, ничего. Ой, все дороги ведут в АЦБ. Что-то мама набирала, что-то набирала. Голубику купила вот на рынке напротив, на бабушке. Женщины, что-то бабушки. Для бабушки. А, для бабушки. Мама никого не предупредила, что мы приедем, и теперь мы не можем попасть в подъезд, потому никто не берет трубку. Мама просто в рандомную квартиру позвонила, и не открыли. А что? Нет, чего не открыли? Мало ли кто-то. Даже не спасили, кто-то, да. Может, кто-то кого-то ждет, прикинь? Я тебе голубику, да? Нет, пока-то донесу, я зачем на кроссфит хожу. Спасибо, добрые соседки. Может, дома нет? А я тебе, Голубик, погибай, телефон, аж не отвечает на колок. Сейчас они не дома. Ты сейчас переликаешь людей. Может, Надя куда пошла? А бабушка не слышит. Она же слышит хорошо, мы уже это увидели с тобой. Этот звонок не работает? Это надо было предупредить, что ты едешь. Открой дверь! Мама! Это как нет. Видишь, я пошел в дерево? Жень, что-то с моего окажа пришла. Пипец. Подожди, все соседи. Бабушка, мы уже полчаса к тебе стучимся. Мама, здрасте. Здрасте. Ты что, нас не узнаешь? Походу. Мама! Бабушка, что такое? Ты нас не видишь и ты нас не узнаешь. Чего это ты? Ну, я мама. Привет. Привет. А что, ты спишь? Я лыжала. А Надя где? Надя пришла в магазин. А что у вас телефоны? Мы в магазин. Мы можем до тебя дать дважды. Привет, бабушка. Это, Надя пришла до кота. Вот это сайгак, что живая там. Я звоню на телефоны. Никто не отвечает. Ни Надя, ни ты. Закрывай дверь. А мне на телефоны не фурычать. Не фурычать. Надька тоже не отвечает. Женщина, нам со второго этажа женщина пришла. Мы тарабаним так. А ты что, спишь так, что не слышишь? Я слышала стук. А что ты дверь открыла? Надя не мала. Ты нас не узнаешь или не видишь? А что, глазок не подстрела. Ты нас не узнаешь или не видишь? Не бачу. Не бачу. Вот сейчас бачу. Ну, интересно, тут бачу, тут не бачу. Дверь, мам, закрой. Я закрыла, закрой. Мам, осторожно, пакет под ногами. Да я бачу сейчас. Да, наверное. Пакет вы на бачу. А она сафера, я к ваш повернутся. Мой Холёси. Привет. Ну, привет. Ну, давай же поздороваемся. Вы с тобой не виделись полтора месяца, мой Холёси, сладкий снежок. Ну, ладно. Потом поговорим, да? Потом пообщаемся? Договорились. Мясо-то есть, но я просто хочу, чтобы она сама уложила. Она же готовит, чтобы она заводится. Ты можешь мясо пока только в морозилку. Нет, мясо я не буду. Мирочка, вон, кажется, скупляться не буду. А что ж у меня в телефон? На тебе телефон, чтобы я купила на улице, на базаре. Такой базар у вас, друзья, ты бы. Да, она купила тебе голубичку потом. Что-что такое? Голубика. Охрена. Да, голубина. Десь у нас у Молозилки, Баноч, это лоточок ест. Ба, будешь чай? Папе, она же ест. Нет, она когда поедет, выпила табройки. Ей потом нельзя. Так, может, Надю дождемся. Ба, так ты теперь видишь, хорошо? Плохо. Бачу красную. Красную. А операция для чего была? Что? Для того, чтобы ты видела в итоге. Ага. Ты так и думаешь, если... Убрали катаракту, потом залили лекарство якесь, чтобы для того, оце пятно, це називається, у меня было сгусток крови. Кровоизлияние. Чего воно получилось? Не обязательно от сахара. Мені звонила із Хмельницького, де я жила. І вона каже, Тетяна Васильевна, у вас долгое время, оцей глаз работа в один. Була нагрузка, цей же не бачить. Оце запросто може кровоизлияние. І вони впустили таке лекарство мені, оце цей глаз. Що воно, як тобі сказати, на снімку було отак як гор у верблюда, отаке пятно на сетчатки. А коли ввели це лекарство, воно вягло на дно, прижали. Силикон чи як? Ну да, силикон. А друга операція буде його вичищать, оце. До звонила, слава Богу. До кого? До нас. Ну, в магазині, воно видно було в магазині. Ірина, чотирнадцятом етеже в кота. Я ж не бачу на часик, коли вона пішла. Все, Васильевна, я побила, кажу, давай. А вилягайте, ось, голова ще не дуже высохла. Купала. Ну так от тебе глаза как теперь? Ну шо изменилось? Так як було. А я думала, тебе как-то і подкорректирується зрення, почему-то от этой операції. Щас Надя прийдет. Нумерно. Так що, кухня. А масло ісі у вас іла чинає. Приде, все розложить. Ірочка. Не переживай, мам, розложить. А що, у вас масло не має? Так що, бабушці, я даже чай пустого не дякую. Тебе можна чай пустой? Чай? Да, чай. Просто чай. Я пью чай. Без нічого. Шохохо. Просто чай. Пішкушала? Ми приїхали, ми їхали, вже 3 часа добираємся до тебе. Нам надо позавтракати. Надо. А шо я? Я ж не готовлю. Не підходю вообще. Так ти вже позавтракала. Ми тебе можемо зробити чай. Вона подала мене все. Здравствуйте. Накормила. Покапала глаза. А ти не поняла? Ми щас зробимо кофе на нас на троих. Надю дождемся, выпьем кофе з Дианой і с Нади. А тебе просто зробимо чай. Или ти не будеш? Можете не делать мене нічого. Я утром пила. Вот вопрос в этом. То есть кушать тебе не даю, но чай ты будеш пить или нет? Будеш чай, просто чай. Не буду. Не хочу. Вопрос? Потому що она не бочит, просто чай не пушит. А слушай, телефон вообще у тебя не отвечает? Да. Може будет, а так я, може не будет. Шо, як, ну, як будто ти не на связи. Вроде ти не на связи. Я говорю, мы тарабанили так, женщина со второго этажа поднялась к нам. А тут гробовая тишина. Да. Покупалась, уложила вона, мене вкрила. Ви спить, Тетяна, я побігла, быстро прийду. Оце ж воно кажется быстро, я б не тільки заснула. Тетяна готовила, думала, прийде артист, а він ще спить. А цибуля аж у горлі в мене берет. Вона ж, сейчас, дай каяночка, сейчас потеку. Вона ж не горька. Ну, не будет ее есть. В индейце есть. Так у него ж театрственные. Ну, он может есть. Ну, он может есть, ты знаешь, что он может есть. Морозилку. Можете, я вас сейчас. Кухляна, я не хочу, что-то наслабить. А, мам, ты капец, взрослабор, ветер. Ой-ой-ой. Я ухожу. Кому сливки добавить в кофе? Слушай. Надя, тебе сливки добавляет? Да, да, да. А мне молоко есть. А я сливки добавлю. Сид, мне ей на ручку. Так ты молоко хочешь? У меня не все равно. Я ж не бачу. Все, теперь все. Так, молочи твои, у нас прокуратся. Да, голубика. Многие зрители пишут, что сам Белл, разблокируй Надю. Товарищ, что за то, что роблю? Чтобы Надю разблокировать, ставьте плюсики. И погналишь плюсики. Нет, мне до 12 можно. Я знаю, что ты по чуть-чуть такое люблю. Я люблю такое. Я иногда ею такое беру. Я не люблю. И дедушке привозила эклеры. Царство ему небесное. Дедушка меня страшно любил такое. Я за пару жили. Когда они в коробках были, 5 или 6 штук такие коробочки. Бабушка не ела. Так, что вчера нас было, боже мой, хай был милый. А, боже, а там Юлька, придурочная. А там Юлька, придурочная. Видишь, как гостевому Дианка. Ты же знаешь, как гостевая. Ну, как она много людей. Да, ну, там мы были только с Татьяной Васильевной. Мабушка тоже, да? Да, я уже. Ты что? Она в курсе, где она? Она в курсе, где она? Она говорит, говорит, Надя, с кем играю с МВЛ? Я говорю, ааа, это вот той, и той. С кем играю? Сашко Шпак. Ааа, это уже губы здоровые. Что губы здоровые, как она? Боже, Шпак. Не, можно иду. На, ты голодный. Ну, бери вот это. Не хочу сладко. Вон не очень сладкое. Он не плохое. Ты знаешь, не плохое. Да, оно не очень сладкое. Спасибо большое. Спасибо. Давай, не болей. Думай, что кушаешь. Всем привет. Бабушка, аж похорошела. Спасибо тебе большое. Все, давайте отдыхайте. Обидайте, отдыхайте. Яночка. Пока, бабушка. Приезжайте еще. Здравия, вы хорошо? Давай, рада была тебя видеть. Спасибо, зайчик. До свидания. До свидания. Все, пока, отдыхайте. Пока, пока. Приезжайте. Хорошо. Девчоночек, приезжайте. Пока трубку берите. Шарфон отходит. Да, давай. Давай, отдыхай. Пока. Спасибо большое за все. Да мне за что. Да. Вот, любители, говорите. Да. Бедные соседи. Самвел нас подвез в Мостит, и мы попрощались уже со всеми, потому что бабушка будет обедать, отдыхать. И я в Баракарзле откнулась на какие-то свечи нашего производителя с названиями городов. Я сразу схватила Херсон. Мне казалось, что будет пахнуть арбузом. Так и случилось. Очень классно пахнет Днепро. За Запорожье. Так обидно за Запорожье, потому что он реально... Ну, сука, какой-то вообще неприятный запах. Я не помню, как переводится ОК. Что это? Я не помню, но оно вообще просто... Вот что так грустно? Вот Днепро просто потрясающе пахнет. Настоящее печенье. А как пахнет Донецк? Донецк типа розами. Почему Донецк розами пахнет? Интересненько. Ужгород есть. Вот Одесса, запах акации. Представляете, как интересно. Тут я же придумал, что гуганцу должен пахнуть абрикосами. Кстати, действительно, если вот написано абрикосы, то прям пахнет классно. Абрикосами. Суммы хорошо пахнут. В Запорожье вообще никак. Это может этот... Каштан? Да? Или что это? Ну, очень мне не нравится. Мне не нравится совсем. Ты хочешь кушать? Пошли, попушай. Я не кушать хочу. Ты ведь не могла выдержать меня в бракарте 10 минут. Я не тебя не могла выдержать, а навязчивые предложения. Установите приложение. А давайте вы оставите отдых, и мы вам сделаем скид. И я думаю, блин, мама, хочешь это делать? Сделай это сама. А я нашла ходить на обзор сенсей. Я вообще не захожу в эти магазины. Иди. Зритель написал, Диан, зайди в сенсей, покажи сеннюю коллекцию для дома. А я такая думаю, интересненько. А как я туда зайду, если у нас сенсей нету в городе? Думайте, что там. Да. Катер есть. Вот этого не знаю. Ну, давайте посмотрим. По просьбе моего дорогого зрителя. По просьбе зрителя. Ну, ладно, что вам? Можно посмотреть. Это не ты виновата, а те консультанты. Ну, пусть некрасиво. Я себя вообще не веду красиво. Я не воспитываюсь. И не хочу всем нравиться. Вот-вот свечу надо, наверное, понюхать, ребят. Слабенько. Так себе. Свеча должна была пахнуть намного приятнее. Ну, и перечница какая прикольная, с салонкой. Смотрите, просто грибочки. А почем они, эти грибочки? Мне нравятся. 129 гривен хорошенькие. Вместо обеда, извините, нельзя, походу. Если мы в Днепре, мы почти всегда едим в пустотехать. Вот это очень вкусные котлеты. Я взяла рис с овощами, которого очень много. А мама овощ. Только ты себе рис отдаст съеб, хорошо? Хорошо. Потому что мне тоже очень много положили. Обычно они... Обычно они меньше клали. Тут что-то прям... Приехали в Днепр. Нас чуть не развели на духе, точнее, маму. Я ее утащила за руку. Я всем верю. А он такой, приходите без дочки. Там оно все ровня какая-то. Ой-ой-ой. Блин, как дома. Так получилось, что мы с мамой даже сделали кое-какие покупочки. У меня всегда так, ребят. Ну, там в Еву мама зашла, купила что-то для дома. Ну, за что она и в Запорожье покупает. Да, на Вау. Ну, просто Еву мне неудобно, надо в виду, надеюсь, говоря. И про карты, да, ты себе купила там? Так, кстати, ребят, по поводу выбора «Мама права». В Еве столько масок разных брендов. У нас такого нет. Ну, типа, даже в Еве выбор больше. Это, конечно, интересно. Мы очень долго искали, куда мы пройдем пить кофе с десертом. Не могли найти. Далеко от торгового центра отходить не хотели, потому что уезжаем мы с этой местности. В итоге зашли в это кафе «Вайб». Я в нем, кстати, никогда не была. Оно в Масс-Сити на первом этаже. И здесь есть десертики в меню. Мама вот себе взяла чизкейк. Очень, кстати, красивый. Соленый карамель. Он действительно выглядит аппетитно. Очки запотели. А тут их нету? Нету. Их нигде нету. Ну, давай попросим. Сейчас нам принесут. Принесли мне мой десерт. Мы на него с мамой смотрели. Мы знали, что он будет такой маленький. Он не дешевый, но он очень красивый. Я не знаю, что там внизу. Может, какой-то бисквит или шоколадное какое-то тесто. Немного крема и груша. Но, в общем, я своего десерта долго ждала. Мне принесли кофе до десерта, хотя я просила вместе все принести. Только что девушка принесла десерта, говорит, может, вы хотите что-то в знак комплимента? Кофе или лимонад? Мы таки снова переглянулись. Кофе. Ну, один американец еще пронесет. Горячий конец. Ну, я, да, выпью, как я хотела. Красивый такой. Прямо знаете, эстетичный для фотографий идеально. Надеюсь, он и вкусный будет. Десерта, думаю, ждать стоила. Он мне очень понравился. Очень вкусный. И знаете, его немного, и это хорошо. Мама вот такие кремушки купила. Отпоем. Это дневной? Это ночной с коллагеном. Начной с коллагеном. А этот коллаген, а этот дневной. С чем? С сывороткой мордой. Вернулись в этот магазин, чтобы купить маме тарелочку одну. А я здесь себе уже кое-что купила. В самом начале покажу дома уже свой покупок. Очень понравилась вот эта пиалочка. Но я ее не купила только потому, что она продается только в наборе с вот этой всей посуды. Вот пять тысяч. Пожалуйста, и можно все купить. Но она необыкновенная. Я ее прямо увидела там для меда, для варенья, для наших красивых завтраков следующих. Но как-то нецелесообразно, да, за пять тысяч брать набор ради одной пиалочки. А в целом очень посуда классная здесь есть. Просто, ну смотрите, какая. Надо что-то подобное себе сделать в воскресенье на кружке гончарства. А что так долго? Мы уже с мамой шли просто на автобус. Уже все как бы шло по плану. И тут мы зашли в Эстро. Увидели шопер офигенный, который мне что-то так понадобилось. Вообще-то я хотела купить себе новую сумку для тренировок, чтобы она была прям и не спортивная, и не прям супер строгая. Я вам покажу, что я купила. Я хочу денег на нее потратить. Но она входила в мои желания трат на этот месяц. Просто, видимо, чуть дороже, чем я хотела. Поэтому какие-то другие траты я отменю, чтобы не улететь в минус с этой сумкой. И мама увидела маленькую лаконичную черную сумку, очень красивую. И тоже ее берет. Ну, так бы сейчас скидки какие-то там, бонусы у нас. Взяли. Постараюсь себя за эту покупку не колить, потому что она действительно хорошая. То есть купить сумку из натуральной кожи. Когда ты ходишь такой большой, реально, несколько раз в неделю на тренировки, это, мне кажется, хорошее уважение, такое выгодное. Все, и будем бежать на автобус. И все, и все. Наш бич-пакет вот такой. Хотя совсем и не бич, знаете. Но бургеры с мака становятся очень маленькими. Просто прям на глазах они исчезают куда-то. Ребят, быстро покажу покупки из Днепра. Ну, я не могла уехать пустыми руками. Если я где-то в торговом центре и там куча магазинов, которых у нас нет, я обязательно на что-то потрачу деньги. Благо, у меня все было расписано. И я, в принципе, там особо за свой бюджет не вышла. Вот. Что покупки мелкие вот эти. Но сумка, конечно. Сейчас я вам покажу и расскажу за цену. Значит, первое, что я купила, это вот такие свечи. Это там где-то на втором этаже, по-моему, в Мусити большой магазин с посудой. Там вообще этаж, на котором несколько таких подобных магазинов рядом расположены. И мне понравились вот эти желтые фигурные свечи. Очень симпатичные. По-моему, 250 гривен. Ну, к сожалению, парафиновые. Везде парафиновые. Прям воск или соя не попадаются мне. Потом вот эту прелесть купила. Ну, посмотрите. Я хотела сначала ту пиалку, которую вам показывала. Но так как она была в наборе, мама мне показала вот эту и говорит, смотри, какая классная. И действительно, она как винтажка какая-то. Очень маленькая, аккуратная, изящная тарелочка. Под, например, оливки, под масло, под сыр, под какие-то орешки. То есть что-то такое мелкое. Стоила 500, купила за 250. Очень сильно довольна. И вообще вот в этом магазине English Home мне очень-очень понравилась. Посуда, вазы. Вазы просто шикарные, керамические. Я увидела эти вазы и поняла, что они все продаются на ТМУ. Вот точно-точно такие. Ну, то есть это получается как там подделка или реплика. Не знаю, но они одинаковые. И я их увидела вживую. Чуть не купила вазу. Но думаю, ладно, ваза пока дома есть. А вот тарелочка новая для наших красивых завтраков или там посиделок пригодится. И вот эта покупка из Сенсей. Вы знаете, что я обновила две наволочки. Хотела еще две обновить. Кстати, вот эти белые тоже Сенсей. Вот. И я купила с мухоморами. Мы с мамой выбирали. Думали либо с тыквами, либо с мухоморами. Но с мухоморами ярче и интереснее как-то смотрится. Не так попсово, что ли, как с этими тыквами. Поэтому, скорее всего, вот здесь будет подушечка с мухоморами. А может и здесь. И потом еще, возможно, поменяю последнюю наволочку светлую на какую-то яркую, темную, однотонную. Но мухоморы классные. Они, кстати, 279 гривен. One size. Но у меня вот эти подушки 45 на 45 должно налезть. Такая классная, короче, наволочка. Я, по-моему, видела ее еще в прошлогодней коллекции Сенсей. Но не заказывала. И самая главная покупка. Реально дорогая для меня сегодня. Но я себя сама порадовала. Потому что что я? Не работаю, что ли? Не зарабатываю? Короче, так как я сейчас вернусь на восток. И после востока у меня сразу же в эти дни будет кроссфит. Я буду брать два вида формы. Бутылку с водой. Вещи, которые надо будет там переодеть. Или для душа принадлежности. Там полотенце, дезодорант. Короче, мне надо реально очень много места в сумке. И поэтому сумка мне нужна была подходящая. То есть это сумка а-ля шоппер. И я такую нашла. Мы с мамой уже уходили из торгового центра. И я увидела вдалеке эту сумку. И такая мама. Пошли посмотрим. И вот такую прекрасную сумку я все-таки себе купила. Вообще-то она стоила изначально 5000. Со скидкой она была 4200 или 4100. Маняш, пожалуйста, я тебя прошу, не надо. И мама мне еще дала их карточку с папой. Там было 200 бонусов. То есть я купила ее за 3800. Там 3900. Меня задвинула жаба, честно скажу. Но она офигенно смотрится. Она очень стильная. Супер современная. И самое главное, очень-очень вместительная. Плюс это натуральная кожа. Здесь вот такая вот штучка. Такой замочек. Внутри есть специальная сумочка. Ну, у сумок такого плана. Часто внутри вот такие вот маленькие сумочки а-ля кошелечки есть. Видите? Made in Italy. Короче, это, походу, первая сумка из кожи, которую я себе купила сегодня. Поэтому это целое событие. Она действительно очень приятная на ощупь. Здоровезная. И у нее красивый цвет слоновой кости. Там еще была такая черная и как бежево-кремовая. Это больше всего подходило под мой гардероб. Поэтому я ее купила. Жалеть не буду деньги, потому что она классная. Я думаю, это очень хорошая покупка, практичная. С ней можно и ездить куда-то. Знаете, там можно поместить очень много баночек. Ну, в общем, вот такие у меня сегодня случились покупки. Не то, чтобы я их планировала, но я знала, что, скорее всего, траты будут. Ну и, конечно, Макдональдс я привезла домой. Даже разогретый он принес нам радость. Вкусненько было. Там я у бабушки спрашивала по поводу зрения. Она говорила, что лучше не стала видеть. Но в итоге в разговоре с Самвелом и потом опять же с бабушкой выяснилось, что все-таки стала лучше видеть. Вот. Ну, как бы так она себя чувствует хорошо. Она так повеселела, когда мы у нее были. То есть настроение у нее поднялось. Ну, и, собственно, все. Просто мы уже с мамой уходили, когда она шла кушать и отдыхать. Ну, как бы. А Самвел уехал по своим делам. Поэтому мы с мамой пошли. Вот это провели время в городе. И все. И вернулись домой. Правда, вернулись с таким стрессом. Водитель несся как сумасшедший. Я уже думала, у меня истерика начнется. У меня уже просто ладошки были мокрые. Ну, то есть это какой-то кошмар. Ты доверяешь свою жизнь водителю, а он просто плевал на твою жизнь и на всех, кто там сзади сидел. Несется как сумасшедший. Куда? На тот свет. Я не знаю. Просто уже не единожды были случаи аварии на этой трассе. Именно вот за Пурище, Днепро. И это прям такими картинками вспыхивает в голове. И думаешь, господи, господи, хоть бы не умереть. Просто доехать нормально домой. И те же самые мысли тебя сопровождают, когда ты здесь ездишь в общественном транспорте, в своем городе. Но это страшно. Я не понимаю, почему нельзя просто придерживаться скоростного режима. И все. И вести людей как людей, а не как скот. Вот я не знаю. Вот это все только хуже и хуже становится. А по-другому поехать в Днепр, ну, или куда-то там еще, ты сейчас не поедешь. Поэтому приходится терпеть и молиться вот так просто. Ладно, друзья, на этом заканчиваю видео. Очень у нас сегодня большое получилось. Надеюсь, вам было интересно провести с нами такую пятницу. Пойду монтировать. Что-то выложу в Инстаграм. Конечно же, вас жду там. И жду ваших подписок. Для меня это очень приятно и важно. Увидимся очень скоро. До встречи. Пока-пока.